Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы посмотрим на настоящий цирк, который происходит на судебных заседаниях по поводу слияния Microsoft и Activision Blizzard. Напомню, что Microsoft уже как больше года назад заявила о покупке создателей колды, но никак это не может реализовать, поскольку у регуляторов вызываются опасения по поводу данной ситуации с точки зрения монополии. В связи с этим сейчас всплывает крайне много интересной информации, которая находилась все это время за занавесом, и сегодня мы о ней поговорим. Перед началом видеоролика, как всегда, обязательно поддержите видос лайкусиком, чтобы помочь ему в продвижении, и не забывайте подписываться на канал, это тоже очень важно. Ну а если вы еще поддержите меня на бусте, где вам будет доступен секретный канал, где мы все это уже давным-давно обсуждаем, то вообще огромнейшее спасибо. И да, не забывайте, что игры для Иксбокса можете приобретать через неоднократно проверенных ребят из Иксгейм, ссылка будет в комментариях. Для нас, как и для игроков, все эти судебные разбирательства не особо интересны, но так или иначе они раскрывают множество интересных подробностей, которые вряд ли мы увидели бы, если бы не эта сделка, и давайте о них поговорим. Начну с того, что если вы вдруг думали, что Microsoft это та компания, которая всегда и всем желает добра и против какой-то монополии, то в этой ситуации выяснилось, что Microsoft выражал интерес вывезти Sony из консольного бизнеса, потратив 2-3 миллиарда долларов на покупку студии в 2020 году. Но, видимо, что-то пошло не по плану, и Microsoft потратили гораздо больше денег, нежели чем 3 миллиарда. По подсчету майков, Иксбокс должен достигнуть лидерства по доходам в игровой отрасли где-то к 2030 году. В документе было сказано, что добиться успеха в подразделении Иксбокс наберено за счет увеличения числа подписчиков геймпас на ПК, а также за счет развития Иксбокс Клауд Гейминга и роста его популярности на мобильных устройствах. И если вы сейчас внимательно все это слушали, то речь о продажах именно консолей и вообще речь о консолях попросту нет. И да, Фил и его друзья планировали к покупке крайне много студий, из числа которых были создатели Киберпанка и даже Сега. Как вы уже знаете, под крылом Иксбокса довольно-таки много студий, и одна из очень значимых и масштабных это Беседка. И во всей этой ситуации было выяснено, что Беседка была вообще озадачена намерением Майкрософт оставить Клавдьюти на Плейстейшн. То есть они не понимали, почему их не предупредили о таком, поскольку до этого вроде как обсуждалось, что игры Беседки тоже будут выходить везде. Но получилось немножко иначе, и это ставил в очень неловкое положение саму Беседку. И кстати, там же стало известно, что сетки 6 выйдут эксклюзивом Иксбокс и ПК. Но когда, это большой вопрос, поскольку вскрылось то, что игры сейчас попросту не существует, и когда будет активный этап разработки, никто до сих пор не знает. Короче, ждите 5 лет минимум. Но зато знаем, что Старфилд мог выйти полноценным или временным эксклюзивом Сони, на что Иксбокс не придумали ничего лучше, чем просто купить Беседку. При этом сделать игру своим эксклюзивом. Неплохо, да? Не умеешь договориться, просто возьми и купи их полностью. Просто денежные гигачады. Напомню, что люди, которые разбирают это дело в судье, не играют. И поэтому бывали крайне смешные тезисы. Например, комиссии крайне обеспокоены тем, что если все-таки сделка будет одобрена, и Майксофт не сделает колду эксклюзивной, то может сделать эксклюзивный некоторый контент для нее. И это частичное лишение прав выкупа. Забавно это слышать, поскольку Сони же давным-давно так делает. И временная эксклюзивность режимов, скинов, которые видны только для обладателя PlayStation, и даже двойной опыт, это не только в Call of Duty. К примеру, в Хогвартсе был эксклюзивный квест. В Мстителях был эксклюзивный персонаж в виде Человека-Баука. Протокол Каллист и сюжет на дополнение выходит на два дня раньше. И забавно это слышать в сторону Майксофт, которые реально давно такого не делают. Ну а еще они обеспокоены тем, что колда все-таки будет временным эксклюзивом. Вообще, так же стало известно, и забавно было это услышать, что Activision вообще могли перестать выпускать Call of Duty на Xbox Series, если бы Майксофт не пошла бы на некоторые уступки. Для многих разработчиков комиссия с продаж составляет 30%, которая уходит платформодержателю. И, видимо, Бобби Котику это не особо понравилось, и поэтому Фил Спенсер решил не шутить с ним, ибо выходного поколения был вот-вот, и пошел по его условию по снижению некоторых комиссий. Да, чтобы вы понимали, у PlayStation из-за маркетингов прав на колду тоже есть свои договоренности, но как минимум крайне удивительно слышать это было от Activision, который сейчас не против присоцаться к Майксофт и встать под их крыло. А вообще, Бобби Котик был в суде сам лично, и если разбирать самое основное и интересное, то из его уст были сказаны такие вот вещи. Сказал, что он очень расстроен, что Activision не стали выпускать Call of Duty на Switch. По его словам, планы Nintendo выглядели слишком эмициозно, и он не верил в их реалистичность. И тут сразу хотел бы дать свой комментарий, что Фил тоже вписывает всю эту ситуацию Nintendo, и по его словам, он чуть ли не ручается, что колда будет выходить и на Switch. Только знаете, у меня сразу возникает вопрос, а нужно ли это аудитории Nintendo? Ибо они уже несколько лет живут без данной франшизы, довольно-таки неплохо себя чувствуют. Да и к тому же, если новую колду выпускать на Switch, то в каком она качестве будет? И как все вместе будут играть, если вдруг они планируют это? Для облака на Switch вряд ли это сделают, ибо там будет бешеная задержка. В общем, по поводу этой идеи у меня крайне сомнительные мысли, а стоит ли вообще это проворачивать? Тут я хотел бы, наверное, все-таки получить комментарии от владельцев Switch, и если вдруг такие есть, напишите комментарии, что думаете на этот счет, нужна ли вам колда. Ну а вторая довольно-таки интересная деталь его выступления, это то, что он не хочет выпускать игры в сервисах подписки вроде Game Pass. И тут у меня в голове непонятки, поскольку Activision сейчас пытается присоединиться к Xbox и стать внутренней студией. И если они не захотят выпускать колду в подписку, то каким образом Фил Спенсер объяснит, что колда не будет входить в подписку? Ведь сейчас абсолютно все игры с даты релиза, которые были сделаны от внутренних студий Microsoft, появляются в подписку в день релиза. Да и к тому же, сам Xbox желает этого, и мне кажется, у них это было одной из целей, и они об этом ни разу сами заявляли. И даже было выяснено, что Xbox до этого пытался добавить колду в подписку, но у них как бы не получалось этого сделать. И поэтому появится ли колда в подписке после слияния или не появится, это очень большой вопрос. Знаем точно, что колда точно не появится до 25-го года из-за неких договоренностей. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. На днях было также слушание Джим Райана, главы PlayStation, который хочет закрыть сделку, поскольку она ему уж точно не выгодна. И в общем, вот что было самое основное. Он немного преувеличил значимость Xbox, сказав, что спрос на Xbox он очень высок, мол из-за этого у них даже были там нехватки комплектующих. Сказал, что Nintendo это не конкурент Xbox и плойки из-за своего оборудования, то есть, ну из-за не такой мощной консоли. Также он напомнил, что покупка беседки со стороны Microsoft лишила PlayStation многих игр, а именно Redfall, Starfield, Indiana Jones, но мне кажется за Redfall не особо обиделся. И в целом он не сомневается, что они бы вышли на консолях Sony, если бы не покупка. Помимо этого, звучал такой тезис, что если Activision будет под крылом Microsoft, то к Sony они не намерены делиться информацией по поводу следующей консоли, а именно PlayStation 6. Поскольку эта информация по-любому попадет напрямую к Xbox, исходя из всего этого, получается, что есть вероятность, что колда будет выглядеть хуже именно на PlayStation, и это отчасти звучит логично. Но самое интересное было выяснено, это то, что Джим Райан при разговоре с котиком, прям заявлял, что он крайне надеется на блокировку. И если вдруг она будет, то сам котик хотел бы подстраховаться и расширить маркетинговое сотрудничество с Sony. И тут я хотел бы обратить ваше внимание на то, что котик в целом не против слияния, но он все еще думает о своей заднице, и не исключает того, что сделка может просто не пойти не по плану. Поэтому как-то свято верить ему я бы попросту не стал, поскольку от любого исхода, мне кажется, этот парень, он все равно будет в плюсе. И помимо этого, было еще интересно в заявлении Джима, что издателям не нравится геймпасс. Он не уточнил конкретно кому что не нравится, но сказал, что это довольно-таки распространенное мнение среди издателей. И честно говоря, теперь понятно почему, поскольку геймпасс для значимых игр, он не имеет крайне большую базу пользователей, для того, чтобы выйдя в подписку, игра была крайне успешна в финансах. В отличие от того, если бы игра продавалась за полный ценник вне подписки. На стримах в целом я это уже объяснял, но объясню еще раз. К примеру, взять ту же новую Мартуху, ее не особо выгодно вставлять в геймпассе в день релиза, поскольку игра все равно соберет себе кассу и без подписки. И соглашаясь, например, на не такие сказочные условия от Microsoft, получится, что игра при попадании в геймпасс потеряет крайне весомую часть продаж, ибо игру не будет смысла покупать, поскольку будет больше смысла именно купить подписку. Ну или продлить ее, в которой уже есть эта игра. И еще Джима добавил, что облачный геймпасс все-таки действительно станет важной технологией. И произойдет это где-то с 2025 года по 2035 год. Но что же сказал на все это замечательный Фил Спенсер? Он, если что, тоже выступал, и выступал даже раньше Бобби Котика и Джима. И если брать основное, то он прямо и уверенно заявляет, что он не тронет колду и не сделает ее тем самым эксклюзивом для Xbox. Только вот забавно то, что его слова по большей степени касаются именно PlayStation 5. То есть если до окончания поколения он обещает, то потом, да, когда выйдет PlayStation 6, ну, типа, посмотрим. Поскольку в суде это самая главная формулировка. И из его слов можно сделать вывод, что он, собственно, и не обещает всегда выпускать колду на PlayStation. На любую PlayStation. Также он напомнил, что они находятся на третьем месте в гонке консолей, то есть в конце. И что Sony это достаточно сильный конкурент. Ну, на самом деле это по факту. Но что меня очень насмешило, так это то, что когда его спросили про то, что зачем он, к примеру, сделал Индиана Джонса эксклюзивом. То Фил, недолго думая, ответил, что это ответ на Человека-паука. И, внимание, до этого у Фила было интервью, где он высказывал о том, что им в целом не нужны игры-ответки на Спайдермена и Бога Войны. Мол, такие ходы не помогут игровой индустрии, и они хотят работать во благо индустрии. То есть, и что эти, да? То есть такие вот игры, как Redfall, Crossfire X, они помогают индустрии. А что-то аналогичное нет. Но, несмотря на это, он все равно ответил на эту эксклюзивность. Короче, гений. А теперь приготовьтесь к эпику. Сам Фил в 2019 году, оказывается, подумал вовсе закрыть подразделение Xbox и уйти на мобильный рынок. Объясняю это тем, что у него нет четкой стратегии, которая приведет к выигрышу. И мне почему-то кажется, что именно из-за слияния Activision Blizzard, на которую он в большей степени и говорил про мобильный гейминг, заставил его как раз таки не возвращаться к этой идее. Также в суд вызывали и главу Майклсу в Сатию Наделлу. И самое основное, что прозвучало из его уст, так это то, что он вообще напрочь бы убрал эксклюзивность. Но, несмотря на правила рынка, которые частью диктует Sony, он этого сделать попросту не может. Вот как-то так. И да, хоть вы уже явно слышали с моих шорцев, но со всей этой темы стало известно, что релиз консолей нового поколения, скорее всего, произойдет не раньше 2028 года. Просто это знайте. Альфа-банк первым в России отменил комиссии за все переводы и платежи. Закажите бесплатную дебетовую альфа-карту. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. И глядя на все эти события, честно говоря, я немножко даже грущу, поскольку в данный момент у меня к игровой индустрии нету никакой веры. Если раньше заявления той или иной компании были некой гарантией к тому, что это произойдет, что-то выйдет, то сейчас я понимаю, что все заявления это просто слова, которые могут быть никогда не исполнены. Так или иначе, интересно, что будет в итоге, кто победит, а кто нет, но вроде как предварительно больше шансов все-таки у Microsoft, нежели у Sony, поэтому просто поглядим, что будет дальше. В целом, это вроде как все такие вот интересные подробности, конечно, там еще было много всяких статистик, где какая доля, но думаю, это не так интересно, как те подробности, которые я назвал. Но если вдруг я все-таки забыл что-то интересное, то можете написать об этом в комментариях, ну а свое мнение по этому всему поводу я выложу в следующем ролике, который выйдет прямо очень скоро. Если вдруг видео понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и большое спасибо вам за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok